Тест Драйв 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 Мои права категории B не позволяют мне управлять этим транспортным средством на дорогах общего пользования, ведь его масса почти вдвое превышает допустимые три с половиной тонны. Специальная полицейская машина СПМ-2 по габаритам сравнима с полноразмерным внедорожником. 4 метра 61 сантиметра в длину, 2,20 в ширину и 2 метра в высоту. При массе в 7 тонн бронированный «Тигр» может разогнаться до 130 км в час. Под капотом турбодизельный двигатель с рабочим объемом почти 6 литров. Расход топлива при езде по шоссе составляет около 25 литров на 100 км. Автомобиль оснащен двумя топливными баками, каждый из которых вмещает по 70 литров дизельного топлива. Заливные горловины находятся с двух сторон. Автомобиль открывается следующим образом. Благодаря системе подкачки шин, такие покрышки 18-го радиуса выдерживают до 4-х пулевых пробоин. Причем машина сможет проехать еще около 60 км. А уж вот такие вот мелкие гвоздики и мы вовсе ни по чем. Перед тем, как использовать автоматическую систему подкачки колес, необходимо открыть соответствующий кран на колесе. Теперь можно использовать автоматику. Мы находимся вне дорог общего пользования, поэтому я могу легально сесть за руль этого автомобиля, не нарушая правила дорожного движения. У водительского кресла есть две регулировки – вперед-назад и регулировка по высоте. Автомобиль оснащен автоматической системой подкачки колес, то есть перед выездом на бездорожье водитель пользуется этими кнопками для того, чтобы снизить давление или наоборот поднять его при выезде на асфальт. Среди средств, обеспечивающих комфорт, в автомобиле есть кондиционер и подогрев лобовых стекол. Стекла бронированы, поэтому и подогрев у них специальный. Водитель оперирует двумя рычагами трансмиссии. Это традиционный ручак механической коробки передач, в которой в этом автомобиле 5 ступеней, и раздатка. Тяжелый. И в бронежилете вылезать, наверное, будет не так удобно, как в курточке. В автомобиле 9 мест, водительское и еще 8 пассажирских, причем каждая из них оборудована ремнем безопасности. Когда я сижу на нем в куртке, места здесь вполне хватает, но если бы на мне был бронежилет и амуниция, то пришлось бы потесниться. Органы управления автомобилем и приборная доска вполне сравнимы с тем, что мы видим на обычных, привычных нам легковых автомобилях. Тахометр, спидометр, поворотники, свет, давление масла, температура двигателя. В общем, примерно все то же самое. Дополнительно установлены два датчика давления в колесах. Раз, два, три. И три с половиной оборота делает руль от упора до упора. Ключ зажигания расположен слева, как и положено настоящему внедорожнику. Первая передача достаточно короткая. Включаю вторую. Может показаться странным, но у автомобиля достаточно хорошая плавность хода. И неплохая обзорность. Пешеходы относятся с пониманием, предпочитают выступать дорогу. Посмотрим, как он на бездорожье. Перед нами почти вспаханное поле с глиной, горками, снегом и остатками льда. Если подъезжаешь к такому на обычном внедорожнике, думаешь, ну что, пройду я здесь или нет. Тигр таких вопросов не вызывает. Вот перед нами кочка высотой около метра. Оп! И мы уже ее проехали. Вот в такой среде эта машина чувствует себя как дома. Клиренс у этой машины 40 сантиметров, а глубина преодолеваемого брода более метра, метр двадцать. То есть в средней полосе России на Тигре можно добраться практически везде. Ну что, за рулем Тигра любой бездорожью похожа на дорогу. Ну все-таки это больше, скажем, военная техника, поэтому особого комфорта здесь нету, как в легковой машине. Главная задача, она, чтобы, скажем так, своей броней защищала людей. Я думаю, что эта машина с этой задачей справится. Тигр – самый крупный в России внедорожник. Его гражданская версия обладает столь же внушительным внедорожным арсеналом. При этом ее масса существенно ниже, а значит управляемость и поведение машины на дороге будет другим. Знакомство со специальным полицейским автомобилем «Тигр» оставило яркие впечатления. Спасибо московскому ОМОНу. Теперь, при следующей возможности, мы протестируем гражданскую версию этого внедорожника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА